В Украине 8 вечера. Время узнать главные новости страны и мира. В студии с вами Татьяна Бути. Вот главная тема сегодняшнего выпуска. В аэропорту Борисполь задержали Александра Ефремова. По словам генпрокурора, случилось это рано утром на борту самолета, который должен был вылететь в Вену. ГПУ подозревает экс-главу фракции партии регионов в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Юрий Луценко сообщил, основанием для задержания стала информация о том, что экс-регионал якобы планирует бежать из страны. Также генпрокурор заявил, что намерен предложить Ефремову сделку со следствием для получения информации о событиях весной 2014 года в Луганске. Защита бывшего нардепа обвинения в попытке побега опровергает, заявляет о процессуальных нарушениях и требует Ефремова немедленно отпустить. Генеральная прокуратура Украины будет кропотать о арешт термином на два месяца для проведения досуга. Если предъявят какие-то обвинения или подозрения в данном случае, мы о них можем вести речь, то тогда будем разбираться конкретно. Потому что пока этого не сделано. Таким образом, телега поставлена впереди лошади, буквально в смысле этого слова. Сначала человека задержали, а теперь подразумеваются какие-то подозрения. А бежать он бы мог еще, наверное, в 2014 году. Он не бежал в 2015 году. После того, как был освобожден, не бежал. Адвокат настаивает. Ефремова задержали необоснованно. На эту минуту еще ему не предъявлено ни обвинения, ни подозрения. Более того, находится бывший нардеп из самого утра не в изоляторе СБУ, как заявил генпрокурор. А в здании главного следовательного управления ГПУ, утверждает Александр Мельник. Я напомню, что ранее Александра Ефремова обвиняли в разжигании межнациональной розни. Но в марте этого года ГПУ закрыло уголовное производство. Некст Нардепу вернули за гранд паспорт и уплаченный залог в размере более 3,5 миллионов гривен. Единственное дело, по которому он проходил в последнее время, утверждает защита, касается так называемых законов 16 января. Репрессиями назвали повторное задержание Ефремова в оппозиционном блоке. В партии считают, что таким образом власть пытается скрыть собственное банкротство и свои преступления. С просьбой вмешаться в ситуацию, Поблок обратился к президенту Украины и мировому сообществу. Масштабный коррупционный скандал продолжает сотрясать администрацию морских портов. Я напомню, что руководителя госперприятия Андрея Амелина подозревают в многомиллионных хищениях. Кто еще причастен к преступной схеме? Новые подробности в материале наших корреспондентов. Уведомление о подозрении в коррупции руководителю администрации морских портов вручили вчера в Одессе прямо на улице. Сам Андрей Амелин официально на больничном, но в салоне дорогого внедорожника. Следствие разберется. Пока следствие идет, он на нас у следователя узнавать. Следственные действия не комментируют и на самом госпредприятии. На своем сайте лишь успокаивают клиентов. Морские порты работают в штатном режиме. Амелина СБУ подозревает в том, что под его руководством администрация закупала горюче-смазочные материалы по завышенным ценам убытков как минимум на 3,5 миллиона гривен. В Министерстве инфраструктуры, которое и направило материалы в правоохранительные органы, предполагают круг подозреваемых расшириться. К слову о возможных коррупционных схемах в администрации портов журналисты сообщали еще осенью прошлого года. В частности, проверили сметы на проведение дноуглубительных работ. Оказалось, всего за полтора года расценки на них выросли в шесть раз. И началось все это в аккурат после появления на предприятии Андрея Амелина. Шестикратное повышение цены никак не объясняется ни под вложением доллара, ни под вложением топлива. Мы связали изменения тарифов исключительно с появлением новых кадров. Дноуглубления также проходит одним из эпизодов расследований. В принципе, министерству все эти злоупотребления были известны и раньше, говорят чиновники. Просто акты проверок лежали мертвым грузом. Там все написано. Нанесены сбытки, недоотримание денег, не целевое использование. Раньше это покрывалось, это ховалось. А вот какое мнение высказывают политологи. Не исключаю, что вот это тоже как бы может быть направлено на то, чтобы вот этих всех теневых контролеров и надзирателей со стороны бывшего премьер-министра и со стороны бывшего кадмина, вот как-то подвинуть, отстранить с этого ресурсно-емкого и огромного по финансам и по другим потокам министерства. Оснований для увольнения Амелина с должности в министерстве пока не видят. Дескать, вина еще не доказана. Но говорят, после выхода с больничного на период расследования, скорее всего, его отстранят от руководства предприятием. А вот будет ли чиновник задержан, как подозреваемый, пока неизвестно. Андрей Анастасов, Павлина Василенко, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер, Одесса. Резонансное убийство адвоката Юрия Грабовского раскрыто. Об этом накануне заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Результаты следствия он обещает обнародовать в течение двух недель. Что по этому поводу думают адвокаты сторон и какое наказание грозит предполагаемым убийцам, узнавал Егор Логинов. Подробности гибели Грабовского Анатолий Матиос обещал обнародовать еще два месяца назад. Тогда это получилось только на словах. Накануне главный военный прокурор Украины признался, в силу объективных причин следствие по делу затянулось. Зато теперь обществу обещают предоставить полный отчет о мотивах, заказчиках и последствиях преступления. И даже оперативное видео по делу покажут. Защита подозреваемых в интересах своих подопечных комментировать заявление Матиоса отказывается. А вот адвокат семьи Юрия Грабовского Игорь Черезов говорит, о том, что следствие закончено, прокуратура ни ему, ни его оппонентам официально пока не сообщила. Пока отсутствует еще четыре экспертизы в деле, которые еще просто не готовы сами по себе. Скорее всего, пройдет неделю, может быть, две, в зависимости от того, как быстро будут сделаны экспертизы. И только после этого логично было бы говорить о завершении предварительного следствия по делу. Юрий Грабовский, который защищал в суде российского ГРУшника Александра Александрова, пропал в середине марта этого года. Через две недели правоохранители задержали двоих подозреваемых в убийстве адвоката. 19-летнего Максима Чмелева и 26-летнего Артема Яковенко. Чуть позже в Черкасской области нашли тело Грабовского со следами насильственной смерти. Сейчас оба подозреваемых находятся в СИЗО СБУ. Адвокат семьи погибшего будет требовать для них максимального наказания. Это не было случайное убийство. Это даже если говорить о том, что оно было запланировано, оно сопровождалось еще жесточайшими пытками. Исходя из инкриминированного им преступления, им грозит пожизненное заключение. Поскольку подозреваемым в убийстве адвоката светит максимальный срок, по закону рассматривать дело Грабовского должен суд присяжных. Какой именно, узнаем в ближайшее время. Игорь Логинов, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер. Взрыв в центре Запорожья. Прошлой ночью неизвестные заложили взрывное устройство у отделения коммерческого банка. Есть информация, что злоумышленников было двое. Как только прогремел взрыв, они скрылись во дворах. Ударной волной выбило окна. Никто не пострадал. В полиции инцидент не комментируют. Выходной. Лишь сообщили, что попыток проникнуть внутрь в банк не было. Взрыв квалифицировали как хулиганство. Не прекращается противостояние под Красногоровкой. Боевики там применяют танки и артиллерию. В преддверии второй годовщины освобождения города на позициях, защищающих Красногоровку, побывал Руслан Смещук. Позиции 10-й горно-штурмовой бригады под Красногоровкой. Зона постоянных и очень активных боевых действий. Местами передвигаться приходится перебежками. Работают вражеские снайперы. Дорога простреливается. Даже днем. Только так нужно. Спринтерский бег очень быстро. Хочешь жить, умей бегать. Боевики для обстрела в армейских позициях, закупированной Старом Михайловке, это по сути пригород Донецка, используют широкий спектр вооружения. От танков до ручных пулеметов. Дистанция позволяет. Выезжает танк с района шахты. И постоянно слышен звук техники. Постоянно работает техника. Прохлевают моторы. Танки, БМП, наверное, четвертая или третья, из новых модификаций. Они работают по ним регулярно. Свободно работают. ДШК работают. Даже ПКМ 3 километра. Все нас обрабатывают понемножку. Даже стрелковые бои автоматные тоже залетают сюда. Особенно 7,62. Одна из постоянных позиций противника находится вот под этой церковью, рассказывают бойцы. Они специально начинают провоцировать нас. А потом говорят, что мы церковь рушим им. А они прямо огневую точку в церкви? Да, да, да. У них там пулемет стоит. Они так провокация такая идет просто. Кто попровоцирует нас на ответный огонь. Но мы, конечно, не отвечаем на провокации. Периодически на позиции прилетают бракованные российские мины. Военные не могут удержаться от троллинга. Я хочу вернуться до товарищей граждан, господ журналистов Российской Федерации. Если вашей деятельности нет тем для расследования, то я могу предложить. Вот, пожалуйста, мина 82-го калибра. Вот маркировка. Вот займитесь расследованием, откуда эта мина взялась российская на территории Украины. Ну а пока в нескольких километрах идут боевые действия. Обезображенная войной Красногоровка готовится завтра отмечать второй год освобождения. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Виталий Лещук. Подробности телеканал Интер. Депутата Макаровского райсовета Матвея Евсеенко, виновника ДТП с двумя пострадавшими, сегодня задержали правоохранители. Я напомню, что вчера ночью на столичной кольцевой он стрелял в таксистов, после чего попытался скрыться на автомобиле от полиции, вылетел на встречную полосу и протаранил Волгу. Что грозит депутату, подробнее Ольга Теребинская. Драка с таксистами, ночная стрельба, побег от полицейских и в итоге ДТП с двумя пострадавшими. Это все о вчерашних ночных приключениях депутата Макаровского райсовета Матвея Евсеенко. Экспертиза подтвердила, депутат был пьян. В его крови обнаружили 1,8 промилле алкоголя. Виновник аварии отделался ссадинами и ушибами, а вот супружескую пару, которую спасатели буквально вырезали из ускореженного авто, увезли в больницу в тяжелом состоянии. Вчера они находились в реанимации. Сегодня дежурные врачи 17-й столичной больницы комментировать их самочувствие. Без разрешения администрации отказались. Что касается депутата Евсеенко, его отвезли в областную больницу Киева. Но, как нам стало известно, после амбулаторного обследования он оттуда ушел. Правоохранители искали его все утро и нашли. В сети появилась информация, что владельцы автомобиля, на котором был Евсеенко, ранее уже задерживали за попытку рейдерского захвата автостоянки в столице. Сейчас депутату инкриминируют нарушение правил безопасности, которое привело к тяжелым последствиям. И если его вину докажут, депутату грозит до 8 лет тюрьмы. Иммунитета, напомню, он не имеет. Ольга Теребинская, Никита Исайко. Подробности телеканал Интер. Гонял пьяным по ночному Харькову и хвастался высоким покровителем Министерства внутренних дел. Все это выходки нетрезвого мажора, который сегодня ночью поставил на уши харьковских патрульных и журналистов. Подробнее Светлана Шакера. Харьковчанин Роман Олексенко вчера вечером отдыхал в ресторане с друзьями. В половине второго ночи, когда расходились, на парковке увидели, как изрядно выпивший мужчина садится за руль. Начали садиться в Порш Панамеро. По внешнему виду люди были пьяные, просто в хлам. Один из наших друзей подошел к нему и спросил, в каком состоянии собираетесь ехать. На что он сказал, ну как бы да, слушай, ну вас, иди, гуляй дальше. Парни сели в свое авто и стали преследовать пьяного водителя. Вызвали полицейских. Происходящее снимали на мобильный. Вот их видео. Водитель Порши на улице Динамовской ускоряется до 100 км в час и проезжает на красный свет светофора. Он на встречную выскакивает. Погоня заканчивается на этой подземной парковке. Водитель Порши с трудом выбирается из машины. Ну как вы можете сесть в таком состоянии за руль, скажите? С такой девушкой. С такой, здравствуйте, с такой девушкой. Такой красивый молодой человек. Что мне сделать? Ничего, ну зачем вы сели за руль? В 15-м. Ну то есть это нормально, да? Не всегда, да, сегодня. Не всегда нормально? Не всегда нормально. Это же не говорит о том, что у вас дорогой автомобиль, что можно ездить за рульом. А вдруг дети пошли? Не было. А? Не было детей? Прибывшие на вызов патрульные берут документы. Выясняется, пьяный водитель за рулем Андрей Стасевский. В недавнем прошлом высокопоставленный чиновник. В 2000-х работал в Нафтогазе и Укртранснафте. До 2013-го был главой Нацкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг. Проходить алкотест отказывается. Вы будете? Да. Я не знаю, кто вы. Вы будете? Вы отказываетесь. Я вас понял. А что меня трудно? Потому что меня уходите. Этот весь вопрос решим лично. Мы сейчас его уладим. Я у Вакова работал 5 лет назад. Затем Стасевский разбивает камеру и бьет полицейского. Звоню Арсенбург. Андрей Леонидович. Аваков. А ну смотрите, можно я покажу? Тихо снимай, да? Тихо. Опа. Да, послушай. Смотри, Арсен на Вакова. Тихо, тихо. Давай, на громкую. На громкую. Спокойно. Арсенбург. На меня напал какой-то чувак, говорит, оторвал меня. Арсенбург. Мы вообще нападали, рвали. Посмотри, два безосмертных. Как я за... Ого. 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 Рульные вызывают подмогу. Стасевский устраивает представление. Все, ничего нет вообще. Все, ничего нет. Все, нет, это лишнее. Крестык нельзя. Все, можно спать? Постой, подожди. Крестыков нельзя. Я никого не обидел, что можно обидел. А шорты? Все, можно спать? После долгих препирательств полицейские составили протокол о езде в нетрезвом виде и отпустили Стасевского. Да, он уехал домой спать. То есть он ударил полицейского, он разбил журналисту камеру, он ходил тут голый исполнял. Все, его отпустили. Несмотря на резонанс ночного происшествия, получить какие-либо комментарии от полиции сегодня не удалось. Выходной. На телефонные звонки сотрудники пресс-службы вообще не отвечают. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Это вы так считаете? Его попросили перевезти пакеты в Украину, пообещав за это 150 долларов. Янтарий изъят. Его стоимость сейчас оценивают. Улов есть и у одесских пограничников. Сигарета на полмиллиона долларов. Их пытался провести в Величевском морском порту гражданин Молдовы. Он направлялся в Турцию. Внимание пограничников привлекли следы свежей краски под прицепом. В нем и обнаружили контрабанду. Еще почти 20 тысяч пачек сигарет изъяли за сутки закарпатские и львовские пограничники на пунктах пропуска Солотвина, Дякова, Роворусская, Тиса и Шегини. Сигареты были спрятаны под сидениями, под обшивкой пола и салона, под бамперами и в топливных баках. Задержали и пеших контрабандистов. Четыре человека пытались проникнуть на территорию Венгрии с несколькими пакетами сигарет. Во время задержания пограничникам пришлось стрелять в воздух, чтобы остановить злоумышленников. И новый поворот в скандале с экспортом древесины через закарпатскую таможню. Я напомню, что там задержаны сотни вагонов с лесом. Для стран Евросоюза суд позволил конфисковать лес, который один из лесхозов пытался продать в Словакию. Подробнее Марина Коваль. Последние три месяца за границу через закарпатскую таможню не выехал ни один вагон с лесом. Все началось после скандала в апреле этого года. Активисты остановили в Чопе поезд, заподозрив, что под видом дров на экспорт идут ценные породы. Начались тщательные проверки древесины. Таможенники обнаружили нарушения, пошли в суд. И вот первый вердикт по грузу Бережанского гослесхоза. Это в Тернопольской области. Принято решение, соответственно, про конфискацию предметов порушения митных правил. Это понад 80 кубил лесодеревины. И накладывал штраф на посадовую особу лесового господарства. 43 тысячи гривен. Как оказалось, Бережанский лесхоз заявил в документах вес груза на 3,5 тысячи килограммов меньше, чем было в вагонах. Вероятно, таким способом хотели обмануть государство и заработать на возврате НДС. Кроме того, под дровами был спрятан кругляк высокого качества. Таможенники говорят, это решение только по одному вагону. В очереди на проверку еще почти более 140 вагонов с древесиной. Из государственных лесхозов. В 99% за результатами такой работы складываются протоколы про недостоверное декларование или поддание митному органу документов для перемещения. В данном случае лесом материалов, которые получены незаконным шляхом или местят неправдивые данные о количестве вагона, именовании, вартости, вантажа. В обладминистрации решение Ужгородского суда назвали первой победой в борьбе с нелегальным экспортом древесины. У губернатора Геннадия Москаля напомню свое видение, каким должен быть лес на экспорт. Не длиннее одного метра, если это действительно дрова. Хотя таможенный кодекс разрешает продавать за границу кругляк длиной в 6 метров. Чтобы он, палевную деревню, чтобы это действительно была палевная деревня, а не под выглядом палевной деревни, начинает вывозить деловую технологическую деревню, которая заборонена с 1 листопада минулого года. Это абсолютно, это он выдавал конкретное распоряжение, которое регламентует вывезение и конкретные размеры. Будет ли подавать апелляцию Бережанский лесхоз на решение Ужгородского суда, сегодня узнать не удалось. В субботу на госпредприятии не дозвониться с законной выходной. Тем временем таможенники передали в суд еще 6 протоколов о нарушениях, которые обнаружили при проверке других поездов с древесиной. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород. На грани жизни и смерти. Пятилетняя девочка с диагнозом «столбняк» сейчас находится в больнице Днепра. Двое суток врачи пытались найти специфическую сыворотку, чтобы спасти малышку. Но ни в одном лечебном учреждении, ни Днепропетровска, ни соседних областей ее просто нет. Удастся ли спасти ребенка, узнавала наша съемочная группа. Шокирующая информация о том, что в 21 веке ребенок может погибнуть от «столбняка» появилась не на сайте Минздрава, а в Фейсбуке. Рассказал об этом в своем посте нардеп Борислав Береза. Именно к нему обратились с просьбой о помощи люди, которые пытаются спасти пятилетнюю Надю. Она живет в Днепропетровской области. Две с половиной недели назад поранила ногу. Ранка была маленькой. Родители обработали ее сами. К врачу в местную поликлинику девочку повели уже, когда началось нагноение. Ранку лечили неделю. Об угрозе «столбняка» их даже не предупреждали, говорит мама. Не могли поставить правильный диапазон. Ранка, все нормально, она заживет, ничего там делать не надо. Она просто ее промыла, залила зеленкой и все. Когда состояние ребенка резко ухудшилось, врачи направили его в областной центр. Девочка поступила в тяжелом состоянии. Состояние при поступлении обуславливалось выраженными неврологическими нарушениями в виде генерализованных судорог. Интоксикационную синдром. В 6-й больнице Днепра диагноз поставили сразу. Он не вызывал сомнений. Столбняк, тяжелая форма. Болезнь, с которой врачи не сталкивались уже очень много лет. Болезнь тяжелейшая, грозит летальным исходом. Спасти может только специальная сыворотка. Но оказалось, ни в Днепре, ни в других областях страны, куда обращались врачи, этого препарата нет. Мы подключили волонтерские организации, благотворительные фонды. Я надеюсь, что сегодня мы сможем ввести специфические иммуноглобулины или специфическую сыворотку, уже лечебную. Действительно ли в Украине нет противостолбнячной сыворотки? И почему врачи вынуждены обращаться к помощи волонтеров? В областном управлении здравоохранения, как и в Минздраве, который еще с апреля работает без министра, никаких комментариев по этому поводу сегодня не дают. Однако известно, в Украине проблемы не только с противостолбнячной, а и с сывороткой против бешенства. В Сумской области пятерых жителей попусал больной кот. Вакцины в Украине не нашли. Вынуждены были везти ее из России, передавать на границы. Мы тут через людей, которые живут в селе, у них родители в России. Мы через людей узнали за эту вакцину, за свои деньги купили ее. На буферной зоне встретились, он отдал сумку. Назад проходит свой опять контроль, проверили сумку. Спросили за вакцину, что это за вакцина. Я объяснила, так и так, кот поцарапал, у нас нет в Украине, есть в России. Успеют ли переправить спасительную сыворотку больной Наде? Ее уже нашли в Киеве, везут в Днепр, сообщил в фейсбуке Борислав Береза. Поблагодарил всех, кто участвовал в поисках лекарства. Но сейчас счет идет на часы. Состояние малышки по-прежнему очень тяжелое. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепр. Район Светлодарской дуги вновь под огнем вражеских крупнокалиберных минометов и стрелкового оружия. Какую тактику начали применять боевики? Как в таких условиях жители прифронтовых территорий пытаются восстановить нормальную жизнь? Геннадий Вивденко подробнее. Вот теперь в районе Светлодарской дуги вот такие выжженные поля. Граждане было уже недели полторы. Опять установилась жара. Боевики этим пользуются. Когда ветер идет в сторону украинских позиций, поджигают степь. Поджигают зачастую трассирующими пулями, либо же просто катят в нашу сторону горящую шину. Это тоже нам грают на руку, потому что вы палец из-за травы. И у нас лучше спостережение за их пересыланием. Над окопами вновь поднимается дым от горящей степи. После боевики начинают бить из пулеметов. Затем оружие потяжелее. В укрытии под звуки разрывов армейцы обсуждают новое вооружение, которое применяют против них боевики. Раньше оно попадало в землю и разрывалось. А теперь метра пів до земли и разрывается перед землей, и вычесывает все вокруг диаметра 6-7 метров. По официальным сводкам, защитников в Светлодарской дуге вновь обстреляли из 120-мм минометов. Бывает такие, что 2-3 раза попадет, а можно и готовый блиндаж, бревна накидави. Все, вот так вот. Ну, такие вот у нас мильские домовлености. В паре тройки километров от позиции идут восстановительные работы в поселке Луганское. Год назад почти вся улица была уничтожена вражеской артиллерией. Так этот дом выглядел после обстрела. Так все выглядит сейчас. Ну, ровно год, как раз били. 23-го июля, 4 утра, мы в погребе были. Жили где-то в Роскійниках, да, наверное? Да, ну, в принципе, да. Надо же как раз зиму. Я ж нормальный человек, я боюсь. Ну, а надо восстанавливать. Жить-то надо, мы уже намыкались в завод. Ну, сколько же он будет продолжаться? Должно уже закончиться, я думаю. Неужели людям не ясно, что надо кончать уже это все? Дома бесплатно восстанавливают за счет международной организации. Работают строители из Славянска. Осенью хозяева планируют заселиться. Однако, несколько домов здесь еще в руинах. Геннадий Вивденко, Александр Данилов, Анатолий Воробей. Подробности Донецкая область. В Норвегии в ДТП погиб украинец. Несколько часов назад туристический автобус попал в аварию в горной местности за 100 километров от города Олесун. По данным местных СМИ, он съехал с дороги и упал в ущелье, пролетев около 6 метров. Еще несколько украинцев получили травмы. Украинское посольство в Норвегии на связи с медицинскими учреждениями и туроператором. 60 человек ранены, более сотни задержаны в столице Армении. Власти разогнали митинг в поддержку мятежников. Я напомню, что все началось 21 июля, когда представители оппозиции захватили полицейское отделение в Ереване с требованием освободить одного из лидеров нового парламента, Жирайра Сефеляна. Ему вменяют незаконное приобретение и хранение оружия. До сих пор в здании есть заложники, есть числа медиков. Под полицейским участком не прекращаются митинги и стычки. Душные армянские ночи становятся все жарче. Сторонники оппозиции снова пришли поддержать людей, забаррикадировавшихся в полицейском участке 9 дней назад. В один момент протестующие прорвали оцепление и приблизились к захваченному зданию. Вначале были уговоры разойтись по домам. После вход пошли шумовые гранаты, дубинки и слезоточивый газ. Правоохранители задержали более ста человек. Удивительное дело, но Запад сдержанно отреагировал на это событие. Возможно, все дело в том, что протестующие поддерживают очень неоднозначную политическую силу страны. Лидер новой Армении, военный, герой войны в Нагорном Карабахе, еще год назад прямо заявлял, простыми выборами клептократическую власть, изо всех сил вцепившуюся в свои кресла, не поменять. Мы – национально-освободительное движение. Мы не принимаем участие в выборах, потому что, начиная с 1995 года, в Армении нет выборов. Это все очень похоже на казино, где те, кто играет в конце концов, все равно проигрывают владельцу этого казино. Народ должен мобилизировать и начать диктовать свою волю путем гражданского протеста. На что готовы протестующие, а главное – власти, предугадать трудно, ведь 8 лет назад, после президентских выборов, люди уже выходили на улицу против фальсификаций. Тогда полицейскими было убито 8 человек. Те, кто собирается сегодня, знают, они тоже рискуют жизнью. Люди очень плохо живут и буквально ненавидят правительство. Просто сил на то. Они сильнее намного. А вот это вы будете показывать или все-таки вы не будете? Я знаю 100%, что по Первому каналу не будет все это показывать. Но, похоже, терпение у властей тоже заканчивается. Сегодня служба нацбезопасности Армении предупредила, если протестующие подойдут к зданию, полиции это будет расцениваться как пособничество террористам. И реакция последует незамедлительная. Какая именно? Без уточнений. София Гордиенко, подробности, телеканал Интер. Турецкие военные ликвидировали 35 боевиков рабочей партии Курдистана. По информации источника в военных кругах, нападавшие попытались взять штурмом в военную базу в провинции Хакари. Армейцы ответили ударами с воздуха и наземной операцией. А в Стамбуле продолжается разбор полетов после попытки государственного переворота. Суд выдал ордер на арест еще 17 журналистов. Их обвиняют в связях с мусульманским проповедником Фехтулахом Гюленом. Общее число задержанных после мятежа достигло 13 тысяч. Сегодня почти 800 из них освободили после дачи показаний. Также президент Эрдоган отозвал иск оскорблениях в свой адрес. Ранее по этому делу проходили почти 2000 человек. В ночь на субботу в Бельгии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта. В прокуратуре информацию о них не разглашают. Известно, что подозреваемые братья и полиция провела обыски в нескольких домах и в городах Монс-Ильеж. Во время спецоперации оружие или взрывчатки найдено не было. А в аэропорту Амстердама Сипхол сегодня повысили меры безопасности из-за сообщения о возможной угрозе. Как француженка подняла на ноги полицию Женевы и чем чревата женская ревность? Об этом и не только узнаете из нашего международного обзора. Месть по-французски. Три месяца тюрьмы получила жительница Анесси, пытавшаяся подставить любовницу мужа. 41-летняя мать четырех детей анонимно сообщила в полицию о женщине со взрывчаткой в Женевском аэропорту. Швейцарская полиция развернула масштабную спецоперацию, проверяя всех пассажиров. Тревога оказалась ложной и силовики вычислили анонима. Женщина призналась, что хотела отомстить сопернице, которая в тот день вылетала из Женевы. Экстренная проверка стоила сотни тысяч евро и доставила неудобства 13 тысячам пассажиров. Седьмая вода на киселе. Суд в Миннесоте отклонил 29 претензий на наследство легендарного американского певца Принца. Среди лжеродственников были тайная жена музыканта, пятеро биологических детей и родственники сестры, прадедушки певца. Принц скончался в апреле этого года от передозировки обезболивающего. Его состояние оценивают от 300 до 800 миллионов долларов. Следствие ведут покемоны. В Дании на острове Фюн игрок в Покемон Гоу обнаружил труп. Тело находилось в дренажном канале на окраине города Оденсе, куда мобильное приложение привело 21-летнего парня. Как показала экспертиза, это труп мужчины, разыскиваемого за убийство. Подозреваемый исчез в мае этого года при загадочных обстоятельствах. Нет предела варварству. В Норвегии подросток подправил рисунок времен каменного века. Во время экскурсии на остров Тро он острым предметом очертил едва проглядывающийся на камне изображение лыжника. Одно из древнейших свидетельств о том, что люди в те времена были знакомы с лыжами. Этой пиктограмме около 5000 лет. Она вдохновила дизайнеров на создание символа зимних олимпийских игр. В Лилихаммере изменения на рисунке необратимы. На пути к историческому старту. Специалисты НАСА успешно провели огневые испытания ракетных двигателей АРС-25, которые будут использоваться для полета на Марс. Устройство проработало запланированные 650 секунд. Проблем зафиксировано не было. Тестировали двигатели на полигоне космического центра Стенниса в Миссисипи. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Последние новости вы можете прочитать на нашем сайте. Подробности о ЮЭЙ. Приятного и легкого вам субботнего вечера. И увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова